И вот у окна одного вагона Сидел человек, раненый, он был слепой Он сидел с гармошкой И играл, играл И пел такую песню Ночь коротка, спят облака Песня такая красивая Я по радио услышал потрясающую песню в форме вальса И она захватила меня и просто схватила за сердце Это был случайный вальс Марка Фрадкина Это было удивительно И, конечно, я тогда даже не думала Во-первых, я знала, что я буду медиком Я тогда не думала о том, что когда-нибудь я стану актрисой А что я когда-нибудь буду знакома с этим композитором Я, кстати, и не знала, что это композитор Фрадкин Я просто знала, что это случайный вальс Талант его расцвел, собственно, в годы Великой Отечественной войны Он был на фронте, он все видел не по рассказам, все это знал И вот лучшие его песни и его начало Это годы Великой Отечественной войны Песня о Днепре, которую вы сейчас услышите Одна из моих самых ранних песен Я написал ее вместе с поэтом Евгением Далматовским На фронте, в тяжелое время Мы оставляли Украину Уходили за Днепр Но мы верили в нашу победу Мы знали, что мы вернемся Как-то я на лыжах заглянул в этот самый композиторский дом Мне говорят, а вот здесь Фрадкин живет Я говорю, батюшки А он там работал Я к нему зашел Он пригласил меня вечером И вот там произошло событие, в общем, замечательное Неординарное, я бы сказал Потому что мы с ним выпили по рюмке А это холодно было, жутко А у него горел печь, камин И какая-то была очень вкусная закуска Он любил... Рая была дома в это время, значит, его жена Раечка была И что-то я начал напевать украинские песни Он подпел Я говорю, а вы откуда знаете украинский язык? Он говорит, здрасте А я служил в ансамбле в военном То ли КГБ, то ли МВД Я не помню, во время войны И я был молодым человеком там, в этом ансамбле Какую ты песню больше всего любишь? Спрашивает он меня Я говорю, мне больше всего нравится Наша украинская народная песня Ой, Днепро, Днепро ты широк, могуч И он повалился со стула Он просто упал И начал чуть ли не ногами бить Я обиделся, я говорю, что это такое? Он говорит, это я написал Тут и я обиделся Я сказал, я прошу вас, пан В нашу песню, не влезаты А он говорит, какую нашу песню? И рассказал мне уникальную историю, которую я не знал У прибрежных глаз У мы садких руч И любили мы И росли Ой, Днепро, Днепро Ты широк, могуч Но к тобой летят Журавли И он говорит, где-то 5 ноября 43-го года Или 4 ноября 43-го года Приходит ко мне мой, значит, комиссар И говорит Марк, песню нужно написать по поводу взятия Киева У тебя ночь Нам еще нужно выучить ее всему ансамблю И доехать до Киева А до Киева было достаточно еще далеко И закрыл меня Закрыл в какой-то комнатушке С инструментом Или привезли там инструменты Я уже не помню детали Я начал работать Мне, значит, открыли Дали еду какую-то Точно как по картине Этой самой большой вальс Или как там Он говорит, мне все Потом я стучу в дверь Я говорю, написал Что написал? Прошло 3 часа Ты что там написал? Он в 3 часа ее написал За 3 часа ее написал ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ У Марка Григорьевича Вот до конца его дней У него были песни Такие свежие, такие молодые Что их пели уже новые поколения певцов И новые поколения слушателей Влюблялись в эти песни Шел в атаку яростный сорок первый год У деревни Крюкова погибает взвод Все патроны кончились, больше нет гранат Их в живых осталось только семеро Молодых солдат Их в живых осталось только семеро Молодых солдат Вот, например, такая песня, как у деревни Крюкова В общем-то, у деревни Крюкова Я не знаю, что здесь имелось в виду Деревня Крюкова По-моему, это стихи Острового Или это Крюкова недалеко от Дубосеков Где погибли панфиловцы Или вообще, ведь в Подмосковье много деревень Крюкова Но это где-то на северо-западном направлении Не важно, там погиб взвод А песня мажорная И вот ее исполняли ансамбль «Пламя» И там был великолепный солист Валентин Дьяконов Вот эта уже песня Такое впечатление, что уже молодежь понимала ее лучше, чем мы Лейтенант израненный Прохрепел вперед У деревни Крюкова Погибает взвод Но штыки горячие Бьют не наугад Их в живых осталось только семеро Молодых солдат Их в живых осталось только семеро Молодых солдат А вы к кому, товарищи? Мы к тепловой А, значит, ко мне в звено Тогда вот что, ребята Становитесь на откатку Технология этого дела простая Лопаточками нагрузили Плечом подели и поехали Все Нет-нет, вы так нет Не имеете права Нам сказали, что мы будем работать этими Отбойщиками Отбойщиками Да По плечу Да мы не для того сюда добровольцами пошли Понятно? Что-что? А если не для того, так можете добровольцами отсюда Обойдемся без вас Когда я начала работать в Москве Во время съемок Тихого Дона Я познакомилась с некоторыми помощниками режиссеров С ассистентами режиссеров на киностудии Горького И среди них была Клеопатра Сергеевна Ой, фамилию сейчас я не могу вспомнить Изумительная совершенно женщина Которая меня познакомила С женой композитора Фрадкина Которую звали Раиса Марковна Которая обожала своего мужа Я прежде познакомилась с ней И стала бывать у них в доме И я слышала Когда Марк Григорьевич работал Когда он придумывал Я слышала мелодии до того, как они выходили На радио или на экраны Косомольцы, добровольцы Надо верить, любить беззаветно Видеть солнце порой предрассветное Только так можно счастье найти В это же время Началась подготовка к фильму «Добровольцы» В котором я не должна была участвовать Но я прочитала сценарий Благодаря Раисе Марковне И я стала говорить Каждый раз, когда приходил к ним Юрий Егоров Который уже работал с Марком Григорьевичем Я задавала один и тот же вопрос Очень коварно Я спрашивала А кто будет играть Лёльку? Я так надоела С этим вопросом Но у меня никто не собирался Я в это время еще снималась В «Тихом Доне» Я еще была Аксинья Но мне так хотелось Я знала про эту Лёльку Я знала Это о тех людях Которым принадлежала моя мама Они заблудились Меж просек оленников Под сенью берез И весенних созвездий Влюбленные завтрашнего поколения Как просто вам будет в Сокольнике ездить И новая юность Поверит едва ли Что папа и мамы Здесь тоже бывали И однажды Мне Егоров сказал Ну, она же стриженная У тебя длинные волосы И тогда я с Клеопатрой Сергеевной Которая была у него ассистентом Договорилась Мы пришили к косыночке Челочку И такие уголочки здесь И сделали фотографию И она показала Егорову Он говорит Неужели постриглась? Я не знаю, что ему ответила Клеопатра Сергеевна Но мне была разрешена Кинопроба Я считаю, что тогда было все правильно Предлагали нескольким Выбирали кого-то одного На Кинопробе я победила Так вот я получила эту роль А годы летят наши, годы Как птицы летят И некогда нам оглянуть назад И радость, и встреч, и горечь, разлук Мы все испытали И некогда нам оглянулся назад Эпизоды, эпизоды, которые неповторимы И телезрители, которые сейчас сидят у экранов Этого ничего не знают А я могу рассказать то, что они не знают Им будет интересно Значит, мы нормальные люди Можем острить, говорить о мужчинах О женщинах Были романы Были увлечения Были крепкие семьи У него замечательная жена У меня замечательная жена Все это было Можем острить, говорить о мужчинах Как-то он приехал в Красную Пахру На мою дачу К нам в гости Ну, сидели так Разговаривали Все было очень хорошо И он мне говорит Слушай, давай я придумал интересную игру Я говорю, какую игру? А вот такую игру Я буду называть одну из самых популярных своих песен По-честному Ты скажешь Против этой песни Ну, предложен случайный вальс Против этой песни Я выставляю свою Честно, самую популярную Я, предположим, ландыши Он тогда говорит Ну, это честно Один-один И так мы двигались Два-два-три-три Все Нет, ну Причем Иногда там, предположим, он назовет какую-то свою песню Я говорю, нет-нет, это не проходит Это не всенародное Только всенародные И вот, когда уже пошло за десять Но это такие песни всенародно известные Я не помню, сколько таких поднабралось Десять-пятнадцать Но в один момент Он назвал какую-то свою песню А я ему сказал Марк Я чувствую, что ты победил Потому что против этой песни У меня такой всенародной уже нету Он говорит, все Он веселый человек был Все, я победил этот конкурс Я говорю, ну, и очень хорошо Мы выходим дорогу твою И твою Позаря Все ясней И как память о детстве твое Тихо кружится по колбе И как память о детстве твое Все, пай, наши, завтра скорей Распохни И восток Мы гонялись вчера На луке А в тракторе А в тракторе Пусть летят на небесах И в детстве встречают ветра Он удивительно чувствует интонацию И слова Когда вдруг Человек прощается с детством Он в этот момент Как мама для ребенка И вот эта интонация материнская Мягкая, спокойная Нежная Она соответствует обязательно минору Но это не грусть, не тоска А это именно нежность и ласка Именно вот эту интонацию Уловил композитор И сделал это совершенно замечательно Потому что вы сразу слышите Отпускаем в последний полет голубей И сразу Вот это нисходящий ход А потом подъем как раз Он и характеризует Что вы с какой-то такой любовью Нежностью посылаете в полет Своих детей И говорите Счастливого вам пути Счастливой дороги Что же так за туман Поцелуй меня Зачем? Просто так Спасибо Кто такой Марк Фрадкин? Тогда во время войны Это выдающийся мелодист Который схватил меня за сердце А дальше кто он такой? Выдающийся мелодист Я бы сказал самородок Неповторимый Который рассказывал людям О очень важных делах Нашей жизни Своим музыкальным Неповторимым языком Он был не похож Ни на Соловьева, Седова Ни на Блантера Он был Фрадкиным Сказала мать Бывает все сынок Быть может ты Устанешь от дорог Когда домой Придешь в конце пути Свои ладони Волгу опусти Волгу опусти Издалека Долга Течет река Волга Течет река Волга Волга Конца и края Нет Среди хлебов Смелых Среди снегов Белых Течет Моя Волга Волга А мне уж Тридцать Волга Я встречался с Маргей Горьевичем Только в авторских его концертах Где пел На подхвате Как говорится Пел его прекрасные песни Случайные вальзы Фабричные заставы И он меня знал Как исполнителя уже Так сказать Других песен Но у меня не было Ни одной записи с ним И вот неожиданно После того как Значит Я получил уже В 72 году Премию Золотого Орфея Неожиданно Значит На Кандидатуру В польский город Сопот Значит Выставлялось Несколько Исполнителей И Маргей Горьевич Представил Это ведь Был конкурс песни Он представил свою песню За того парня И сказал Что ему хотелось бы Чтобы ее Пел именно Молодой артист Тлеф Лещенко Я сегодня До зари Встану По широкому Пройду Полю Что-то с памятью Моей Стало Все что было не со мной Помню Бьют Дождинки По щекам В палы Для вселенной Двадцать лет Мало Мало Даже не был Я знаком С парнем Обещавшим Я вернусь Мама А степная Трава Пахнет Горячью Молодые Ветра Зелены Мы Просыпаемся Мы Игра Хочет Над полночью То ли Гроза То ли Эхо Прошедшей Войны Несмотря на то, что все-таки Сопот был конкурс Эстрадной Песни Конкурс такой Лирической Легковесной Песни Вдруг Неожиданно Гражданская Тематика И Жесткое Такое Прочтение Песни Может быть Плакатное Звучание Песни Но Удивительно Вдруг Неожиданно Таким Своеобразным Контрастом Выгляделось По сравнению С тем, что Было представлено Другими странами И Я думал Ну хорошо Дадут какую-то Премию Но удивительным Было Наверное не это Удивительным Было то, что На фестивале На заключительном Концерте Когда я уже получил Первую премию За эту песню Я единственный Кто бессировал Я спел ее на бис Еще раз Я сегодня До зари Встану По широкому Пройду Волю Что-то Памятью Моей Стало Все Что было Не со мной Помню Это Вот такая Мелодия И вот Такая Сфера И русская И советская И общеевропейская И даже Чудилось в этом Какое-то влияние Даже в Альбиноне Которая тогда очень Входила в моду Я влюбилась в эту песню И думаю, ну как? Вот как бы я сделала? Какое бы я сделала вступление? У меня было несколько вариантов Этого вступления Вот это запев А припев вдруг Такой русский С таким щемящим Каким-то русским Распевом Несимметричным Совершенно Что вот это Это нельзя Сконструировать холодно Это только можно создать Вот от любви От таланта Вот таким был Фраткин ГУЛОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВА Игорь больше всего любил его песню которые он мне пел на кухне я трогаю русы и косы ловлю твой задум взгляд и так далее но это нормально ловлю твой задумчивый взгляд это замечательные песни почему это он еще несколько мне песен пел на кухне которые не вошли они не почему-то не появились я помню про снег он какую-то песню пела снеге мне очень понравилось она как-то и не появилась он сам ее зарезал он говорил недоработка недоработка и он ее зарезал сам не пустила песня была замечательная он был талантливый и вот но она тот большак на перекрестке песня от которой умирали все актрисы я помню но на мордюкова она она пела очень здорово у нее дивный слух да и сейчас наверно еще остается замечательный слух но она это очень любила по теме а тот большак на перекрестке теперь не стану я ходить это замечательная песня но тот большак на перекресток и не надо больше мне спешить и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я б никогда не полюбила, но как на свете без любви прожить? Я б никогда не полюбила, но как без любви прожить? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хорошими детьми были, наверное Мы к ним побежали И вот у окна одного вагона сидел человек, он был слепой, он сидел с гармошкой И играл, играл и пел такую песню Ночь коротка спят облака Песня такая красивая Ночь коротка спят облака И лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука После тревог После тревог Спил городок Я услышал мелодию в пальце И сюда заглянул на часок Хоть я с вами совсем незнакомый И далеко отсюда мой дом Я как будто бы снова Возле дома родного В этом зале пустом И танцую в бою Так скажите хоть слово Сам не знаю о чем Будем дружить Петь и кружить Танцевать я совсем разучился И прошлось меня извинить Утро зовет Снова в покое Покидая ваш маленький город Я пройду мимо ваших ворот Хоть я с вами совсем незнакомый И далеко отсюда мой дом Я как будто бы снова Возле дома родного В этом зале пустом И танцую вдвоем Так скажите хоть слово Сам не знаю о чем Танцую вдвоем Совсем незнаком И далеко отсюда мой дом Я как будто бы слово По следу барабан На этом зале пустом Мы танцуем вдвоем Так скажите хоть слово Сам не знаю о чем Ему в этом году исполняется 90 лет Еще можно было если не активно творить То жить хорошо и с радостью Вот мне еще хотелось бы сказать Что умирает только композитор Песни не умирают Песни нельзя сказать Была такая песня Песни есть Я думаю что Знаете Я считаю что наши замечательные молодые исполнители Новые, хорошие, милые, красивые Иногда талантливые Мне кажется что они Даже как может мы все не только молодые Ленивые и нелюбопытные Вот сейчас есть общее повествие Интерес к старым песням Спасибо это хорошо Но посмотрите Найдите и посмотрите Песни Фрадкина И вы найдете песни Которую очень захочется спеть сейчас В 2004 году Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»